Жалуются новорингойцы не только на проблемы в домах, но и на улицы. Например, не устраивает горожан качество снежных горок. Об этом они также упорно дают знать в социальных сетях, пишут главе города. В чем причина переполоха, решил проверить на себе Андрей Воронов и позвал погулять членов своей команды. Андрей Воронов не доехал. Эпичных катаний не вышло, несмотря на старания. Даже пробежаться по ледяной горке – дело обычное. Все равно, что по дорожке прогуляться. За безопасность, кажется, можно быть спокойными. Диких заездов без ледянок не устроишь. Картон ледянка тоже не позволил ощутить острых ощущений в полной мере. Сильно не проедет. Но, с другой точки зрения, безопасность все-таки важнее. Конструкцию горки меняем. На следующий год должно будет выглядеть по-другому. Конструкция, именуемая горкой, скорее напоминает снежный завал с ледяными вставками. Такого быть не должно, убедились взрослые. Именно поэтому к следующему зимнему сезону ответственные начнут готовиться уже в этом году. Проверяя снежные забавы на себе, комиссия отправилась в один из дворов города. В микрорайоне оптимистов горожане, чтобы испытать на себе убойные горки, должны пройти целый путь к возвышению. Сколько раз мы проходили с детьми, даже взрослый человек, он проваливается где-то по коленам. В среднем ребенок проваливается по пояс, как минимум. Снежный массив, кажется, сделали скорее для галочки. Конструкцию вдалеке сложно сразу определить как горку. Еще более тернистым путь к зимнему развлечению становится, когда территория заметает снегом. Андрей Воронов дал поручение горку перенести в ближайшее время. Горки, к сожалению, мы сегодня увидели. Это не горки, это такие снежные кучи с какими-то деревянными ограждениями. Будем от этого подхода уходить. В следующем году для города, а также для Карачаева и Лимбияхи, закупят современные сборные конструкции. Количество горок увеличится до 12 штук. Места их расположения определят сами горожане. Элина Асалбаева, Лала Гасанова, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НОР-24.